Кто сомневался, что в Крыму тепло и вернулась погода такая, при которой можно купаться в море? Ну, значит, смотрите. Вот я вам показываю сейчас температуру в тени. Она такая же, как температура воды в Черном море. Видите, да? Вот температура Черного моря такая же. А сейчас я хотел бы показать вам еще один ебейший вид здесь. Ой, прости меня, Господи, за мою нецензурную брань. Просто, ну, это выглядит настолько эпично, вам понравится. Смотрите. Вот санаторий Курпаты. Вот там, где Золотой пляж, и мы купаемся. Видели много видео летом, да? Ну, непосредственно море с катерком, немного волны, но шторма совершенно вообще нет. Я, конечно, стал наварить, и пусть допростит меня автобус. А вот дальше, смотрите. Вот это называют Крымской Рублевкой. Да, здесь у моего знакомого тоже есть участок и домики. И вот, что самое важное я вам хотел показать. Это наша церковь, моя любимая Архангела Михаила. Какой вид, какой вид, да? Красиво очень. Здесь до сих пор строятся, роют. Не знаю, не знаю. Для чего? Тут очень дорогие участки. Вон, волны непосредственно видно на берегу нашего Золотого пляжа. Как он отсюда смотрится, да? Вы же часто видели его? Прямо непосредственно вблизи. Вот они, горы. Вот она наша природа. Вот там сейчас за поворотом откроется вид на... Мне нравится этот вид, кстати. Очень он шикарный. Откроется вид на непосредственно набережную Ялты. Да простят меня водители, которые, видя мою аварийку, объезжают меня в закрытом повороте. Ну, это единоразовая акция. Сейчас пропущу еще Матиза. А, Матиз не хочет. Ну, поехали. Сейчас покажу вид. Это вообще класс. Ну и смотрите. Вот так вот выезжаешь из-за поворотика. Раз такой, мордочку высовываешь. А там, гляньте, не видно, да? Ну, смотрите. Опа. Красота. Красота. Правда же, да? Ну, это уже Ялта, набережная, интурист. Все, как я и говорил. Немного вам осенних деревьев. Все же не все вечно зеленые в Крыму. Как кто-то уже знает из прошлых видео, спускаемся мы по тещиному языку. Это будет нижняя дорога, Лубкинское шоссе. Проезжать будем ласточку, которую вы тысячу раз видели. Поэтому я сейчас выключу камеру. Для водителей с 20-летним стажем, как показала практика, эти дороги кажутся концом света. Но ко всему постепенно привыкаешь. Да, как стройгородок выглядит. На обрыве прям висит. И там живут люди. Блин, закрыло деревьями, конечно. Так, и не путайте, ребят, правильно пишется? Не Карпаты. Карпаты это западная Украина. Санаторий называется Курпаты. Кур. Я поначалу тоже путал. Лет 15 назад, когда сюда приехал. Вот. И красиво, да, осенний пиздаш? Я больше не буду это слово не употреблять. Меня оно тоже уже подкумарило, если честно. Ладненько, ладненько. Не буду обзор в обратную сторону. Вы это все видели, когда я ехал оттуда. Тем более, ракурс солнца. Не фонтан. В общем-то, в общем-то. По нижней дороге ездит даже летом. Прикольный. Почему? Потому что приезжие отдыхающие ее не любят из-за серпантина и ездят по ЮБШ. Для тех, кто до сих пор в танке, ну, точнее, не в курсе, я объясню. ЮБШ расшифровывается как Южнобережное шоссе. Это трасса, которая соединяет Ялту с Севастополем. Ну, не только с Севастополем. Там много других интересных есть мест. Балаклава, Танковая. Шалаш там есть в Фарвосе, знаете. Кстати, обзорчик будет на церковь в Фарвосе, которая висит. Кстати, он есть. Он есть. Нужно вам полистать мои дальнейшие видео. Вот. Также там есть, вот в шалаш можно доехать по старой Севастопольской дороге. Там, где, знаете, какая дорога? Над тобой нависает скала, с которой сыпятся камни. Она вообще закрыта чаще. Пишутся обвалы. Ну, по ней ездят. Особенно местные, которые знают, что знаки эти для тех, кто в них верит. Вот. Там грибов много, там дичи много. Мне там один раз на дорогу выбегал. Выбежал маленький олененок Бэмби. Знаете что? Наверное, испугался больше я, чем он. Потому что он прямо перед машиной выскочил. По итогу. Он маленький такой был. Олененок или косуля. Не знаю. Я в них особо не разбираюсь. В этих копытных. Так вот. Он, короче, сдуру как прыгнул с обрыва. Ну, думаю, он, наверное, привыкший. Вот. И называю эту дорогу, старую Севастопольскую. Не знаю. Не помню. Есть у меня на нее обзор или нет. Но я вам сниму еще раз. Хотите осеннюю. Вот. Скоро. Когда я поеду вам обзор на санаторий Мрия делать. Там, я называю, пронесет, не пронесет. Потому что над тобой свисает скала. С нее падают камни. Ну, и, короче, может прилететь тебе так, что не понравится. Сейчас там, кстати, в повороте за горой Кошкой гору оббили уже сеткой. Потому что не так давно, лет 7-8 назад, при сильном ливне со стороны мыса Сарич, там был обвал. Одного моего знакомого таксиста, Сашу, засыпал этим обвалом. Он вез людей в Севастополь. Ну, что-что. Разгребли. Я тогда как раз в это время ехал со стороны Севастополя. Пришлось объезжать понизу. Вот она непосредственно ласточка, где мы сегодня утром были. Объезжать понизу через, вот знаете, там аквапарк есть в Семиизе. Вот эту вот всю канитель. Объезжал, да. Кстати, обалденный. Ирпан-ресторан. Я в нем был. У него там знакомые работают. Шашлыками угощал. И вот там с балкончика, если куча эти сидите, ласточка у тебя тупо на ладони. Тупо, тупо, тупо. Ну, не увидите. Не увидите, вы уже утром ее видели. В общем-то, я уже и вернулся в нашу гавань. Страховку сделал. Девочкам спасибо еще раз. Хорошие девочки. Есть страховки где-то дешевле, знаете. Ну, как показала практика. Там нету выплат. Там можно прямо, да. Там ебут мозг. А с девочками все четко. Вот были некоторые нюансы по ДТП, в которых я не был виноват. Меня приехали. Заднюю дверь на тройке приезжали. Вот. И страховочка, которая у них там была, которую они мне порекомендовали. Не помню. То ли 21 век это был, то ли что-то там еще. Ну, в общем-то, мне выплатили денежку. Не буду говорить сколько, не надо завидовать. Вот. Поэтому у них все четко, стабильно. Цены адекватные. Я мониторил, тестил. Рекомендую. Рекомендую. Не рекламирую. Нет. Нет. Это просто мои хорошие, давнешние подруги. Они замужем практически обе. Одна нет, если что, имеете в виду. Это которая больше всех улыбалась. Юля. Да, есть вакансия. Ну, там уже сами будете пытаться завоевать эту недоступную крепость. Но шиншилка моя у нее до сих пор жива. Она ее любит. А его, точнее, шиншиленыш. Я от них избавился, потому что нет времени. Нет времени на шиншил. У меня их было пять штук. А когда маленькие вылупляются, по всей комнате бегают. Это вообще геморрой такой. А мы уезжаем надолго. Их кормить некому. Поэтому мы раздарили, раздали. Все, я приехал. Это уже вам все знакомо. Всем хорошего дня. Хороших выходных. Хорошего настроения. С вами был я, дорогами Крыма. Надеюсь, ждете меня еще. Люблю, целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова